Рад снова быть с вами. Наша сегодняшняя тема связана с битвой веры. Не знаю, обращается ли вы внимание на то, что происходит в нашем мире, но христианство – самая гонимая религия на Земле в эти дни. Нам США повезло, потому что мы не сталкиваемся с вызовами веры. Но я не думаю, что это далеко от нас. Это не что-то страшное, ведь Господь проведет нас в победе через все вызовы, с которыми мы столкнемся. Но нам нужна библейская перспектива. Мы должны думать о том, что ждет нас впереди, чтобы быть готовыми к этому. И именно об этом мы будем говорить сегодня. Доставайте свои Библии, блокноты, открывайте сердца и делайте заметки. Иисус сказал «Блаженны плачущие». Это радикальное заявление. Вам нужно знать, что это не просто красивое поэтическое высказывание. Иисус желает открыть нам глаза на реальность, чтобы мы были готовы служить Царю в течение всей своей жизни. Сейчас я быстро и кратко расскажу вам историю еврейского народа, которая неразрывно связана со страданиями. До того, как Израиль стал самостоятельным государством, евреи были одной большой семьей. Их еще нельзя было называть народом. В земле иудейской настал голод, и в результате печальных семейных обстоятельств Бог послал Иосифа в Египет. Я смягчил тот факт, что братья продали его в рабство. Думаю, если вы будете искать пример неблагополучной семьи, он перед вами. Пострадав от ненависти и жестокости, Иосиф был призван спасти всю свою семью. Он не поступил в семинарию, не продолжил обучение после нее и не путешествовал целый год по Европе. Его продали в рабство, а затем, из-за своих моральных принципов, он оказался в египетской тюрьме. К слову, после этого Бог сделал его премьер-министром. Исход сказанно и восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Он поработил еврейский народ. Сотни лет избранный Богом народ, а в буквальном смысле был в рабстве. Пришло время Пасхи. Одна из самых важных составляющих празднования Пасхи – это пасхальный ужин в знак памяти о рабстве народа и его исходе. Даже сегодня в сердце каждого еврея есть память о прошлом, о рабстве и исходе, совершенном благодаря крови ягненка. Это не просто день памяти. Если вы думаете, что мы празднуем Пасху ради новой одежды или шоколада, или это просто религиозный праздник, я призываю вас поразмышлять на этой неделе о личности Иисуса. Каким будет ваш личный ответ на то, что сделал ради вас Иисус? Вот в чем главный смысл Пасхи. Когда народ вышел из Египта и оказался в пустыне без пищи и воды, он не смог бы получить обещанную ему землю без сражения. Ее нужно было завоевать. Это очень раздражает либеральных ученых. Я учился вместе с ними и знаю, слово «завоевание» кажется им неуместным. Божий план был в том, чтобы мера беззаконий наполнилась, и народ подвергся Божьему суду. Мысль о Божьем суде оскорбительна для светского мира. Но есть святой Бог, и каждый из нас даст ему отчет. И нам потребуется нечто большее, нежели ламинированная визитка церкви. Нам потребуется жизнь в подчинении его власти. Как только еврейский народ завоевал землю, на них регулярно стали нападать враги. Некоторых из них вы знаете, филистимленя, с их великаном Голиафом, и Евусея, ну и так далее. Затем народ решил, что им нужен царь. В стране появилась монархия, которая породила бесконечные разделения. Разразилась гражданская война, и страна разделилась на две части. Царь северной части Израиля постоянно допускал духовные промахи. Наконец, в 721 году до нашей эры, Бог сказал, вы больше не можете жить в этой стране. «Зло избранного мною народа так умножилось, что я предам вас в руки чужого народа». Пришли ассирийцы и захватили Израиль. Десять с колен рассеялись. По ассирийской империи население было выведено, и на земле Израиля поселился другой народ. Эти страдания стали результатом состояния сердец людей. Состояние вашего сердца отражает то, чем наполнена ваша жизнь. Или вы считаете, что Бог обязан вас благословить, независимо от того, с каким количеством зла вы миритесь. Вы думаете, что можете выбирать заповеди на свой вкус и продолжать требовать Божьего благословения? Откуда у нас такой подход? Нам кажется, что можно отложить в сторону Слово Божие. Библейский взгляд на мир, на семью, на отношения полов и как ни в чем не бывало. Взывать к Творцу небо и земли? Память о страданиях живет в умах и сердцах народа, который по-прежнему живет на этой земле. Южная часть страны Иудея, ее столица, остались неизменными. 150 лет спустя, в 587 году до нашей эры, в Иерусалим пришла армия Вавилона. Она разрушила храм. Это было устрашающее нападение, осада, унижение, разорение. Храма не стало, народ взяли в плен. Первое в истории еврейское гетто появилось в Вавилоне. Позже они появились в Европе, но началось все с Вавилона. Затем на Вавилон напали персы. Они разрешили части пленников вернуться и восстановить храм. Жизнь стала налаживаться, однако в 331 году персов подавил Александр Македонский, и Израиль вновь был захвачен. Александр умер молодым, а его империю разделили на 4 части. Сирия и Египет отделились. Израиль и еврейский народ стал полем битвы, оказавшись между двумя этими империями. Шла одна битва за другой, пока в 166 году среди евреев не произошло восстание. Оно спровоцировано нечестивыми царями других стран. О некоторых из них рассказано в апокрифах, в книгах маковейских. Затем настал краткий период автономии евреев. Очень краткий. Им по-прежнему угрожают соседние империи. В 63-м году Израиль снова захвачен, на сей раз римлянами. Истории об Иисусе, описанные в Евангелиях, происходили, когда Израиль находился под строгим контролем Рима. Рим считал все прочие народы варварами и узаконил распятие. Очевидно, что Рим сам был варварской страной с железной хваткой. После захвата очередного города для римских солдат было обычным делом распять первых десять встретившихся им мужчин. Без причины, без суда, без цели. Так они утверждали власть Рима. Подобные методы не на вы. Рим пал только после того, как пролил реки крови. Еврейский народ на протяжении всей своей истории испытывал горе, боль и страдания. И Иисус обращался именно к тем, кто нес в своей душе отпечаток боли. Отпечаток этих страданий. У этого молодого воровина было для них послание. Блаженны плачущие. Он знает о нашей бедности, о наших страданиях, о том, как нас эксплуатировали, и говорит, что мы счастливы, потому что будем утешены. Это парадокс. Это, казалось бы, противоположные вещи. Очень важно понимать эти слова Иисуса о Его Царстве, а не о том, что вне времени. Наш Господь не говорил, что мы будем избавлены от боли и мук, но сказал, что в Его Царстве мы найдем утешение, которое сполна компенсирует все, что мы претерпели. Это больше, чем красивое поэтическое выражение или богословская теория. Люди, которые услышали это слово в тот день, жили им. Мы читаем об этом в деяниях. Арестуйте нас, если нужно, но мы не будем молчать. Если нужно телесно наказать нас, наказывайте, но мы не остановимся. Вы можете убить кого-то из нас, но мы будем умножаться. Откуда это появилось? Благодаря словам Иисуса. Он показал людям путь. Теперь кратко рассмотрим служение Иисуса и то, как оно начиналось. 61 глава Исаия. Это мессианское пророчество. Исаия пишет о пришествии Мессии. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня, благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение. Вместо плача или и радости. Вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. Это не просто поэзия, друзья. Это пророчество. В начале Своего служения в Назарете Иисус объявил, что это пророчество исполнилось. Он зачитал эти слова в синагоге Своего родного города Назарета и сказал, «Сегодня эти слова исполнились». На Него так рассердились, что попытались Его убить. В Царство Мессии все наши нужды будут восполнены. Сетование — это результат нашего отдаления от Бога. Правление Мессии подарит нам Его утешение. Исайя говорит, «Утешайте, утешайте, народ Мой!» Говорит Бог Ваш, говорите к сердцу Иерусалима, и возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за неправда Его сделано удовлетворение, ибо Он от руки Господней принял вдвое за все грехи Свои. Одна из моих любимых встреч Иисуса описана в Евангелии от Луки. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе. Прокаженному нельзя было появляться среди людей. Это было хуже самоизоляции. Если вы прокаженный, вам не просто нужно было просидеть две недели дома на карантине. Вам вообще нельзя выходить в люди. Если в силу каких-то причин вам нужно выйти в люди, вы должны сообщить всем, что вы прокаженный. Например, идти и кричать «Нечист». Этот прокаженный подошел к Иисусу и полнит, умоляя Его и говоря «Господи, если хочешь, можешь Меня очистить». А знаете, что сделал Иисус? Он протянул руку и коснулся этого человека. Никто не касался этого человека. Люди отшатывались от Него и переходили на другую сторону улицы. Человек умолял, пав лицом на землю, в смирении и отчаянии. «Господи, если хочешь». Иисус коснулся Его. «Хочу, очистись». И туча с проказа сошла с Него мгновенно. И в восьмой главе Евангелия от Луки находится история о дочери Иаира. Сам Иаир, начальник синагоги, пришел попросить о помощи. Его дочь была безнадежно больна, и Иаир смиренно пришел за помощью. Он пришел просить того, кто не был популярен среди властимущих. Да, он был популярен в массах, но не среди властей. Иаир пришел и попросил помочь. Иисус откликнулся, но не успели они дойти до дома, как им сообщили новость. Уже поздно. Девочка умерла. Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова. Почему Иисус спустил только Петра, Иоанна и Иакова? Они учились. Им понадобятся все эти уроки. Абсолютно все. Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал, не плачьте. «Она не умерла, но спит», и смеялись над Ним. Люди не понимали, что к ним пришел автор жизни. Друзья, я уверен, что все, выпавшие нам в этот период испытания, призваны напомнить нам о том, что нам доверено. Суть не в том, чтобы вместе сидеть в здании и петь песни. Это ценно, но мы собираемся ради другого. Мы собираемся, чтобы познавать автора жизни, преображаться и знакомиться с силой царства, которая во много раз превосходит силы царств этого мира. Вам необходимо знать эту власть и силу, чтобы процветать. В седьмой главе Луки есть еще один пример проявления Иисусом сострадания и силы. А вместе с учениками Он путешествовал по Галилее весь день, и все невероятно устали. Когда они подошли к городу, из городских ворот вышла погребальная процессия. Похороны проводили вне города, ради здоровья общества. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. Единственный сын этой вдовы умер. Мы не знаем, как Иисус это узнал. Действовал ли дар развлечения или какой-то другой? Однако это та информация, которую предоставил нам Лука. Вдове предстояло либо просить милостыню, либо заняться проституцией. Выбор был невелик. Ученики были уставшие и голодные. Очень голодные. Вы когда-нибудь видели группу голодных подростков? Много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей, «Не плачь». И подойдя, прикоснулся к одру. Никто ни о чем не просил Иисуса, никто не подходил к нему с просьбой. Иисус вмешался из-за своего сострадания. «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. Это все, что поведал нам Лука. Мне кажется, что вся процессия застыла в изумлении. Ужиная в тот день ученикам, явно было что обсудить. Лука пишет кратко, «Юноша сил». Это чудо было совершено для женщин. Это сострадание было явлено ради матери, блаженной плачущей. Мы все неправильно понимали, старались этого избежать, отрицать, отдалялись от Господа. Почему к таким вещам допускались только Петр, Иаков и Иоанн? Они были с Господом и видели Его действия. Они верили в Его Царство. А в какое будущее верим с вами мы? В какое Царство верим мы? Подумайте над этим. У кого вы ищете справедливости? Чью правду принимаете? Не забывайте совет Петра, с которого мы начали. Это первое послание, пятая глава, восьмой стих. «Трезвитесь и бодрствуйте». Этот стих есть в ваших конспектах. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Если вы не будете трезвиться и бодрствовать, вы станете жертвой. Противостоите ему твердую верою, а не гневом, враждебностью или возмущением. Зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Вы не одни. Но когда я страдаю, мне кажется, что я такой один. Никто не сталкивался с такими трудностями, как у меня. И никто не испытывал такой несправедливости, как я. Я хочу справедливости в царствах этого мира и уже сегодня. Значит, я стою не на том основании и доверяю не тем вещам. Я приглашен в другое царство. Бог же всякой благодати. Призвавший нас вечную славу Свою во Христе Иисусе, нам будет дана вечная слава. Мы поймем это, когда в вечности она станет для нас видимой, благодаря нашей принадлежности Христу и Его Царству. По кратковременным страданиям вашим, Сам совершит вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. И в Писании не сказано, как умер Петр. А во втором послании сказано, что ему скоро предстоит покинуть свою телесную храмину, свое земное жилище. Согласно преданиям церкви, Петр был распят. Когда настало время казни, он попросил, чтобы его распяли вверх ногами, поскольку он недостоин умереть, так же, как его Господь. Ученики хорошо усвоили уроки. Они отвергали Господа, оставили Его, когда Ему требовалась помощь. У них не хватило смелости остаться с Ним, так же, как и нам с вами. Мы отвергали Господа, стояли в стороне. Когда совершалось зло и молчали, мы могли бы вмешаться и не остаться незамеченными. Ученики были прощены, вновь приняты и получили задания. Судя по их посланиям, они намеревались идти до самого конца. Я не знаю всего, что ждет нас впереди, но весьма вероятно, что нас ждут новые вызовы, которые сделают вирус из Ухани мелочью. Нам понадобится наша вера, знания о Царе и Царстве, а также друзья, для ободрения, укрепления их заботы. Мы жили в благословенное время, когда Бога добавляли в качестве захватывающего предатка. Но я считаю, что в том, во что мы входим, нам понадобится Иисус, Господь и Царь. Я не хочу пугать вас, это не страшное время, а чудесное время возможностей. Самое опасное для Церкви в историческом плане — это изобилие. Можно нейтрализовать Церковь благословениями, но каждый раз, когда начинались сезоны гонений и страданий, Церковь расцветала. Советского Союза нет, а Церковь в России осталась. Я подготовил для вас одну молитву. По правде говоря, я взял ее из четвертой главы Деяний. После того, как Петра и Иоанна освободили, они вернулись к верующим и помолились вместе. Я взял эту молитву с парой мелких изменений, чтобы она соответствовала нашему контексту. После того, как они помолились, место, где они собрались, поколебалось. Я не говорю, что так будет и сегодня, хотя, учитывая дождь, но я считаю, что это актуальная молитва. Поднимитесь со мной на ноги, пожалуйста. Если вы смотрите нас в другом месте, то также можете помолиться с нами. Суверенный Господь, Ты сотворил небо и землю, море и все живущее. Ты устами отца нашего Давида, рабатывай его, сказал Духом Святым, что метутся язычники, народы замышляют тщетное. Восстали цари земные и князья, собрались вместе на Господа и на Христа его. Лидеры нашего мира собрались против Твоего святого слуги Иисуса, помазанного Тобою, чтобы сделать то, чему быц предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Мы живем в экстраординарное время. Нам многое не ясно. Нам нужно Слово Божие, чтобы твердо стоять на ногах. Сегодня наша жизнь выглядит так, словно она сошла со страниц Писания. Слова пророков каждый день оживают в заголовках новостей. Один из способов ощутить стабильность — понимать Писание. И один из ключевых моментов — знать, что делает Бог среди еврейского народа в Израиле. Прямо у нас на глазах он исполняет свои обещания, данные еще в книге Бытия. Я хочу пригласить вас в небольшой тур по израильской земле, составленной по материалам наших поездок. Я начал ездить в Израиль еще в детстве. Мы отправимся на Галилейское море, Мертвое море и в Иерусалим. Мы обсудим, как они связаны с нашей жизнью. Когда вы посещаете Израиль, Библия оживает. Она наполняет нашу жизнь не просто истинами, но практическим смыслом. Мы собрали эти материалы в учении «Экстраординарный Бог». В учении «Экстраординарный Бог» вы посетите Израиль, Галилейское море, Иерусалим, гору Кармил и Израильскую долину. Пастор Аллен расскажет историю каждого из этих мест. Вы увидите, что Бог неизменно верен Израилю и что еврейский народ, как и мы, находимся в центре планов Бога. Это учение можно исследовать самостоятельно или в группе. Вы можете смотреть короткие послания пастора Аллена, а затем изучать руководство. Мы высылаем это учение за пожертвования в 45 долларов или больше. Каждому, кто сделает пожертвования, мы также вышлем в видео-урок пастора Аллена «Важность Израиля». Он объясняет, почему Израиль и еврейский народ так важен для нашей веры. Сделайте запрос на нашем веб-сайте или позвоните по номеру, который вы видите на экране. А сейчас смотрите небольшой отрывок из этого удивительного учения. Мы совершим тур по Израилю и побываем в моих самых любимых местах. Сегодня мы находимся в центре Иерусалима. Этот город раскинулся вокруг, как красочный габелин. Иерусалим находится в центре Божьих планов с тех пор, как Авраам повел здесь своего сына на гору Мария. Иерусалим всегда напоминает мне, что Бог заботится о своем народе. Библия не дает пояснения, почему Бог о нас заботится, однако Иерусалим находится в самом центре проявления его заботы. Этот город станет эпицентром события, описанного в библейском пророчестве. И это возвращение нашего Господа. Он вернется в этот город. Единственная причина тому – Божья забота о нас с вами. Бог верен, и вы можете доверять Ему. Сделайте запрос на нашем веб-сайте или позвоните по номеру, который вы видите на вашем экране. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок, скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего.